На этом уроке мы с вами будем делать очередной винегрет по недельной главе Толь Дот и Талмуду, трактат Бабакама, страницы 10 по 16. Один вопрос по главе и остальные вопросы по Талмуду. Урок посвящается для Ацала, Шершву и Аза, и для излечения всех раненых на Святой Земле, и для безопасности мира. И было, когда состарился Ицхак, и затмились глаза его, чтобы он не мог видеть. Интересно, что у вильницкого гаона, я когда-то рассказывал, что вильницкий гаон большая часть его объяснений и к Агадам Талмуда, и к Пятикнижью, и вообще к Танаху, основана на учениях Кабалы. Я редко их упоминаю на данных уроках, но здесь решил один небольшой отрывок привести. Потому что из года в год разные вопросы задаем в понедельной главе, и уже трудно искать что-то, что я не спрашивал в другие годы, как-то каждый раз что-нибудь новенькое. В общем, он пишет в комментариях к Тикуней Зоар Хадаш. Есть вот основная книга Зохар, да, каббалистическая, есть Тикуней Зохар. Возможно, что авторы были разные, считают некоторые мудрецы, где вес так были положены, некоторые другие. Но во всяком случае, Тикуней Зохар основан, если Зохар основан на главах Торы в основном, Тикуней Зохар весь основан на первом слове Торы, на Брешит. Вот. И было когда-то 70 этих Тикуней, но не все сохранились, и там много тоже разных точных вопросов Гирсы, правильного Нусаха. А есть еще Зоар Хадаш и Тикуней Зоар Хадаш. Это вот более поздние коллекции, в смысле, напечатанные были отдельно и более поздно. Часто это просто продолжение того, что начинают предыдущие книги. То есть есть Зоар Хадаш, есть Тикуней Зоар Хадаш. Зоар Хадаш тоже из разных частей состоит, там Медрошный Лавн, например, и так далее. Но во всяком случае, Тикуней Зоар Хадаш печатают обычно вместе с обычными Тикуней Зохар. После Тикуней печатают Тикуней Зоар Хадаш. В Велинского Гаона есть подробные комментарии ко всему этому. У него вообще ко всему Зохару были очень подробные комментарии, но много из этого сгорело. И осталось только немножко, то, что называется Ягель Ор. Еще отдельные части. А вот также есть у него Тикуней, вот это сохранилось, наверное, полностью. Во всяком случае, очень подробный комментарий Тикуней Зоар Хадаш. Кстати, на интернете, на хибрубукс.org тоже есть в видеоформате весь этот комментарий у Велинского Гаона. Так вот он там пишет, что в каком-то смысле, да, это основано на Хазар, что грех Адама они трактуют как что-то, что включало много элементов разных запретов. Адам съел один запретный плод, но трактуется это как проекция греха, в каком-то смысле, испортила самые серьезные нарушения произошли. Говорят, что его грех как бы включал в каком-то смысле идолопоклонство, запретные связи и убийства. Три самых таких строгих греха, за которые человек даже обязан отдать жизнь, чтобы не сломать. В смысле, евреи нередко отдавали жизнь, чтобы не перейти в другую религию, постоянно их пытались перевести в ислам и христианство, и за это люди отдавали жизнь во многих случаях. Не всегда, конечно, трудно винить человека, который испугался, но во всяком случае, во время крестовых походов и в мусульманских странах нередко. В одно только время Рамбама было две страны мусульманские, которые поставили евреев перед выбором, либо ислам, либо смерть. Ну, во всяком случае, вот один, значит, запрет идолопоклонства. Кстати, было мнение, что в случае ислама, так как это, в принципе, не идолопоклонство, то сам Рамбам считал, что не обязан отдать жизнь. Что если с виду переходишь в ислам, чтобы спасти себе жизнь, то на это человек имеет право. Многие мудрецы с ним не согласились, но я сейчас не буду вдаваться в эти детали. Во всяком случае, идолопоклонство, запретные связи имеются в виду такие, как чужая жена и подобное. Это нельзя делать, даже если иначе человека убьют. И, наконец, убийство, разумеется. Нельзя убить другого, чтобы спасти свою жизнь. Если человеку говорят, убей такого-то, иначе мы тебя убьем, то тогда он обязан отдать жизнь свою, но не может убивать другого. Так вот, в каком-то смысле считается, что Адама включал его грех каким-то образом в все эти три вида греха. Так вот, он говорит, что его душа в результате была исправлена, в том числе, через трех праотцов. И они каждый искуплял, соответственно, один из грехов Адама. Идея, опять же, кабалы, что души приходят сюда снова, идея реинкарнации. Значит, Авраам был брошен в огонь, согласно нашим мудрецам, в Ур-Каздим. Соответственно, был исправлен грех идолопоклонства, как говорится, идолов сожгите в огне. Через Яцхака был исправлен грех запрещенных связей. Потому что, как правило, именно глаза человека ведут к запрещенным связям. Человек видит, желает и ломает этот запрет. Поэтому говорится, что мудрецовец Даршин, то, что говорится, не блуждайте за своими глазами, имеется в виду запрет запрещенных связей. Знут, блуд. Поэтому говорится, что в конце жизни Яцхак ослеп. Ну и, наконец, Яков, он бы исправлен, было через него грех проливания крови, когда он оказался в изгнании Лавана, и тот хотел его уничтожить. Вот такое интересное объяснение. Во всяком случае, это все, чтобы объяснить, в том числе, то, что у Ицхака он стал слепым в конце жизни. Есть несколько причин, почему это произошло. Одно, видимо, чтобы Яков смог получить благословение, чтобы он его не узнал. Но в каком-то смысле, согласно Кабале, получается, что Ицхак исправил некий элемент, какую-то проекцию элемента греха Адама. Окей, перейдем к более практичным вопросам из Баба Камы. Когда компенсируют ущерб за умершего быка? Кому отдают труп животного? Это очень интересный пример, когда есть слова битвенной Торы, которые вроде имеют один смысл, и есть устная традиция, которая имеет не такой же смысл. Где вроде простой смысл, пшат противоречит драж. Так считают многие комментаторы здесь. Дело в том, что Тора говорит в 21 главе, это Парша Мишпатим. Говорит, Вегамет и Яло. А мертвое тело будет его. Чего? Его, то есть того, кому принадлежал потерпевшему, которому принадлежал бык, который был убит. Или наоборот. Тому, чей бык его убил. И, соответственно, это написано даже в двух местах здесь в конце главы. И в случае Ямы, и в случае быка. Если у моего быка, много раз он уже бодался, три раза меня предупреждали, и после этого он забодал чего-то быка. Говорится, Хамет и Яло. И про Яму говорится. Если я вырыл Яму, и ваш бык туда упал, говорится, Хамет и Яло. Мертвое будет ему. Но кому ему? Простой смысл, казалось бы, вот какой. Что если, допустим, я принес таким образом ущерб вашему быку, то есть мой бык убил вашего быка, или, я имею в виду, предупрежденный. В случае непредупрежденного, это отдельный разговор, конечно, что там платят только половину ущерба. Но если, когда уже предупреждали три раза человека, что его бык бодается, тогда значит он плачет весь ущерб. Так вот логика, казалось бы, какая? Что если я Яму вырыл, или если мой бык убил вашего быка, в обоих случаях я вам плачу сколько сто ваш бык, а вы мне отдаете мертвого быка, то есть Хамет и Яло, так как я вам все оплатил уже за живого быка, полностью заплатил, то, соответственно, мертвое тело быка идет мне. И тем не менее, хотя это действительно простой смысл, так Ражбан пишет их из Куни, но Халаха не такая, как Ражбан уже написал, что Халаха может противоречить простому смыслу. Есть те, кто не согласен с этим и считает, что всегда можно увидеть простой смысл немножко по-другому. Но Ражбан считал, что параллельно существует как бы драж и вшад. И Ражбан считает, что, простой смысл, что Хамет и Яло это потерпевшему. В смысле, наоборот, Хамет и Яло это тому, кто принес ущерб. Но Хазар считает, что Хамет и Яло это потерпевшему. То есть тот, чей бык умер, забандали ли его, или в яму он упал, он получает компенсацию, разницу между стоимостью живого быка и стоимостью мертвого быка. А оставляет себе же мертвого быка. Казалось бы, какая разница? Даже если мертвое тело идет тому, кто принес ущерб, так он может вернуть назад, как компенсацию тоже мертвое тело. То есть в чем, собственно говоря, разница между первым ненем и вторым? Опять же, вот допустим, я вырыл яму, в нее упал ваш бык. Я вам теперь должен платить, допустим, за всю стоимость вашего быка. Так я вам отдам тело мертвого быка, и остальное деньгами компенсирую. Я же не обязан вам все именно наличными давать. Я могу вам дать тело мертвого быка, как часть компенсации. Поэтому, казалось бы, разницы нету. Значит, если тело мертвого быка принадлежит мне, а я должен вам заплатить за всего быка, я могу частично заплатить самим этим телом мертвого быка. Точно так же, как если бы просто, как действительно, халаха, вы оставили себе мертвого быка, и я заплатил разницу. Ответ вот в чем, что тело мертвого быка постепенно становится все меньше и меньше, имеет стоимость, да, она падает в цене. Потому что мертвый бык начинает постепенно портиться, вонять, и его уже никто не возьмет. Когда он только умер, этот бык, валяется в яме, его можно сразу продать, например, не еврею, а они съедят, возможно, или в крайней случае животным можно его скормить. А вот чем хуже становится это тело, тем меньше оно стоит. Так вот разница в том, кому принадлежит, кто потеряет теперь, дальше. То есть платит ли тот, кто вырыл яму за ущерб, который был унесен в этот момент, а дальше уже, когда тело мертвого быка падает в цене, то дальше уже это не его проблема. Это проблема потерпевшего. Пусть продаст мертвого быка или использует для чего-то, пока еще он имеет какую-то стоимость. Или же мы говорим, что если бы Хамета Ело относилась к тому, кто сделал эту яму, тогда, если он потом захочет расплатиться самим этим мертвым быком, то уже к тому времени этот мертвый бык может стоить гораздо меньше, чем в момент, когда он упал в яму. Вот в этом разница. То есть Хазак Даршин, что Баалим, хозяева, беспокоятся о туши этого мертвого быка. Это их теперь проблема. Продать его, пока он не испортился и не потерять еще больше денег. Окей, следующий вопрос. Если у человека родился сын, первенец, у которого есть какие-то дефекты, несовместимые с жизнью. Да, какие-то дефекты, которые ставят его жизнь в опасность. Например, сердце имеет дырку. Или он получил какие-то раны уже после рождения. Такое тоже может быть. Упал, например, ребенок с крыши, еще что-то. И вопрос в том, нужно ли его выкупать. Здесь эта сугия приводится, потому что приводится много разных утверждений одного из мудрецов улы. Поэтому, хотя, в принципе, она не имеет отношения к Бабакаме напрямую. Вообще, трактат Бехород. Первенцы занимаются подобными вопросами. Вот этот вопрос попал сюда из-за этого. Что это один и тот же мудрец сказал несколько утверждений, и они все приведены здесь. Одно из них, что он говорит, что мы же когда выкупаем первенца? На 31 день, когда прошло 30 дней после рождения. И говорит этот мудрец, что если он стал трейфой, то его не выкупают. Раши объясняют очень странным образом. Раши считают, что трейфа здесь это не то, что обычно значит трейфа, а не трав, в смысле он был убит фактически. Как растерзан, убит. То есть имеется в виду, что ребенок не дожил до 31 дня просто. Казалось бы, очевидно тогда, что не нужно его выкупать. Если ребенок умер, поэтому Тора и говорит, что нужно ждать полные 30 дней, чтобы выкупить только ребенка, который выжил. Тем не менее, Раши считают, что нужно это нам сообщить. Объясняют почему. Получается, что по Раши имеется в виду, что ребенок так и не дожил до 31 дня. Но если бы он дожил, Лихоря нужно было бы выкупать его. Но Тософот с этим спорят, и практически все остальные мудрецы тоже спорят. Рамбам, Шухонаров тоже так не постарает. Он даже не приводит, как Яшумрим, в мнении Раши. А именно, они все считают, что даже если ребенок не умер до 31 дня, даже если он жив в 31 день, но если он трейфа, фактически он при смерти, то уже не важно, даже если он проживет еще месяц-два, его выкупать не нужно. Что ребенка трейфу не выкупают. Будь то рожденный трейфой, или ставший трейфой в первые 30 дней. Более того, пишет Шухонаров, что даже если ему уже заплатили коину, если коину заплатили до 31 дня, то коин должен теперь вернуть деньги, раз ребенок стал трейфой. Другая проблема в том, что что называется вообще трейфой? Есть трейфы животных. Они подробно описаны в трактате Хулин, разумеется. Трейфа это не кошерное животное в каком-то смысле. То есть, животное, которое имеет порода кошерная, зарезали кошерно, но оказалось, что у нее какие-то раны, какие-то болезни, которые приведут обычно к смерти. На самом деле, все не так просто. Не любая болезнь, которая приведет к смерти, считается трейфой. И не любая трейфа сегодня приводит к смерти. Есть в виде трейфот, который Талмуд описывает, который сегодня можно сделать операцию, и животное или человек с подобной трейфой будет жить. В том числе, вот те же дырки в сердце. Есть виды дырок в сердце, которые можно хирургическим путем исправить. Поэтому сегодня на практике спрашивают у раввинов, уже последние 50 или больше лет спрашивают этот вопрос, если ребенок родился с такими вот дефектами, которые считаются трейфой, нужно ли его выкупать, если может доктор его вылечить, как на самом деле произойдет, доктор его вылечит, что он будет жить годами, может быть, длинную жизнь проживет. И у некоторых раввинов, конечно, нужно выкупить без брохи такого ребенка. Так считает Минхотг Искак в том числе. Раби Искак, Яков Вайс. А вот Цицелий Эзер, Раби Лезер и Гуда Валденберг, он считал таки, что такого ребенка выкупают даже с благословением. Раз он выживет, раз сегодня эти трейфы не опасны, ну или если опасны, на всяком случае не приводят к смерти, можно этого ребенка спасти, то и выкупать его нужно. Следующий вопрос. Нужно ли платить, если ничейный бык принес ущерб? Казалось бы, а что значит платить, если ничейный бык принес ущерб? Если ничейный, то кто же может здесь платить? Ну вот на самом деле, есть случаи, когда это может относиться, как мы сейчас увидим. Значит, Пламут у нас учит, что если бык, который никому не принадлежит, принес ущерб, то платить не нужно. Казалось бы, а с кого взять-то? Если можешь поймать этого быка, забери его себе, если он стоит достаточно, чтобы супротив ущерб были, если он больше стоит, все равно ничейный. Поэтому в чем весь вопрос? Вопрос оказывается вот в какой ситуации. Допустим, ничейный бык чего-то быка забодал, а потом другой человек пришел и схватил этого быка ничейного до того, как успел хозяин потерпевший, хозяин убитого быка, схватить этого быка. В такой ситуации будет, как говорится, навками на наследстве данного закона, что не нужно платить новому хозяину. Раз бык был ничейный момент, когда не у него с ущерб, то платить не нужно. Есть ли разница в законах ущерба между мужчинами и женщинами? У нас есть общий закон, что мужчины и женщины равны в отношении всех отрицательных законов, заповеди, как говорится, лотосе. В отношении положительных заповедей, как все знают, есть заповеди, которые относятся только к мужчинам, например. Поднимать лулов, сидеть в суке, еще некоторые заповеди слушают шофар. И то женщины многие это делают в любом случае, но во всем случае обязанностей у них нет. А вот в отрицательных заповедях митцветлотаса нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. Поэтому во всех законах бизнеса, во всех законах денежных и ущербов и тому подобное разницы обычно нет. И тем не менее, можно сказать, что какая-то разница существует, какая может быть разница. Допустим, что принесла ущерб женщина, которая замужем. Если у нее собственных денег нету, то муж по закону не обязан оплачивать ее ущерб. Значит, если она разведется или станет вдовой, тогда пусть, если у нее будут деньги, платят за ущерб. Но на данном этапе она освобождена. Такой вот закон. Если человек приручил медведя или льва и тот принес ущерб, нужно ли платить половину, как в случае бодающегося быка, или полную стоимость? Ответ, что Мишна учит нас, что есть животные, хозяин, которых всегда считается предупрежден. В смысле, что они настолько опасны, что их невозможно по-настоящему приручить. Так мнение Хохамим. В том числе восключаются лев и медведь. И так Аллаха постановляется в Шухонарухе, что если человек даже приручил, думал, что приручил медведя, все равно медведем остается медведем и если принесет ущерб, всегда нужно платить полную стоимость. Кстати, был случай, когда одна семья там в Баку, берберовый какие-то, у них там были львы ручные. И потом кончилось с Демом очень плохо. Одного там льва застрели, когда он чуть не убил человека, а другой, лев таки, убил одного члена семьи, ребенка там убил и маму тоже покалечила. Неплохая идея пытаться приручить льва или медведя. В нашей суке приводится мистическая гада. Говорится дословно так, тут не все слова можно точно перевести, есть разные мнения, но примерно говорится следующее. Самец гиены через 7 лет превращается в летущую мышь, а та уже через 7 лет превращается в арпада, тоже, наверное, какая-то разновидность летучей мыши. Арпад через 7 лет превращается в кимош, кимош в хоах. Некоторые говорят, что это какие-то колючки, но выглядят, что это тоже животные. Я видел, что отскроловские переводы, у них на иврите и на английском разные в данном случае приводится мнение. Бывает, что отскролов, разные люди составляли талмуд, например, английский вариант и еврейский вариант отскролов, поэтому могут быть различия. Кажется простой смысл, что это тоже какие-то животные. И, наконец, хоах после 7 лет превращается в демона. И дальше, как говорится, позвоночник человека после 7 лет превращается в змею, если он не кланяется благослованием Одим. Вот такая мистическая гада. Ясно, что что-то здесь, намек на что-то совсем не похожее, как обычно в таких случаях, когда агада говорит, что совсем странное, намекает на что-то и какие-то есть подсказки. Есть очень много разных попыток объяснить эту агаду. И вот одна из известных попыток это Вильнинского агаона. Я когда-то целую статью на этот счет написал, потому что он фактически связывает это с еще одной агадой в трактате «Пароход» и с разными причинами смерти. Что есть, кроме, как говорится, ангел смерти летает 8, так сказать, у него пролетов, как-то так, и один из них, это говорится, смерть, если человек не виноват, просто, так сказать, было за греха Адама, гизера, общий декрет, что все люди будут умирать теперь, никто не живет вечно. А остальные семь это за разные основные грехи. Так вот, говорит, вильнинский агаон, что есть семь основных грехов, которые подсказаны в Пирке Абот, по учениях отцов словами муцима Таадам, а Таадам и Налам. Есть вещи, которые уводят человека из этого мира. И вот эти вот семь вещей это основные грехи. Кстати, интересно, что у христианства есть очень похожая традиция, но считалось, что у них традиции никак не связаны с иудаизмом. Многие традиции христиан связаны с иудаизмом, как известно. Но данную традицию считают чисто христианской. Но, судя по всему, если вильнинский агаон прав, что это намекали в Пирке Абот, то тогда похоже, что и эта традиция взятая у христиан как раз от нас. Основные вот семь грехов там почти полное совпадение. Один грех немножко другой, но похожий. Остальные в точности совпадают, как мы сейчас увидим. Так вот он как-то сравнивает и связывает эту агиену, которая превращается, эти семь разных видов превращений, что это все связано с этими грехами разными. Только шесть из них, да, тут шесть отдельно, седьмой отдельно. Шесть, это грехи активные, а седьмая это лень. Когда человек пассивно просто не хочет ничего делать, ленится. Иногда меланхолия тоже включается в это. У православных христиан они там разделили лень и меланхолия на две. Получилось восемь всего. У западных христиан, как и наша традиция, как я сказал, всего семь. Шесть активных, седьмой пассивная. Значит, какие это грехи? Тава, это желание, удовлетворение, включая обжорство. Кина, зависть, Гава, гордость, Кавод, это уважение, когда человек хочет, чтобы его все восхваляли, уважение хочет получить. Килут, скупость, Знут, блуд, и Синатабриот, ненависть к другим. Ну и последнее, как я сказал, седьмое, это Батала, пустое время принуждения, лень. Везде, где в Пиркиавод сказано, вот им это Адам и Наолам, есть три такие Мишны. Первые три отдельно, другие три отдельно, Киновитайвовикавод, другое Айнара, Ецехара и Цинатабриот. Ну и последнее, он упомянут в третьей главе Пиркиавод, насчет того, что разные виды, безделия или лень, там четыре разных вида описаны, это все виды лень и безделия. Все эти вещи, вот человек из этого мира. А бывают ли такие грешники, которые не заслуживают, чтобы даже их цедака принесла пользу? Ответ, что да, вот в наши слуги, опять же, приводится интересная вещь, из Бравка Ильмияху они приводят, что такие бывают, что человек такой грешный, такие негодяи бывают, что всеучник даже не дает им сделать, они не заслуживают, чтобы даже какие-то митцвы, которые они пытались сделать, принесли пользу. То есть, если, например, они хотят дать цедаку, это идет, эти деньги идут на что-то, что либо бесполезно, либо даже вредно, во всяком случае, не получится у них делать митцву. Такие грешники, отъявленные негодяи, что у них даже хорошее ничего из них не выйдет. Сегодня, кстати, существуют люди, в том числе и среди евреев, которые дают дотации, которые используют для таких страшных вещей, да, это может быть на самом деле еще и государство тоже освобождает их от налогов за эти дотации, это считается тоже милостыня, иногда это страшные вещи, что они спонсируют, дестабилизацию, полную обстановку, и в определенных случаях даже террор. Вот такая вот страшная вещь иногда из-за того, что люди дают деньгами, а делают на самом деле, приносят только вред. И на этом я, пожалуй, на сегодня закончу. И урок посвящался для безопасности, для спасения узников Азы, и для того, чтобы Всевышний, как говорится, «Озли амо етен, ашем не вареха там его шалом». Всевышний даст силы своему народу, Всевышний получит свой народ миром. Субтитры сделал DimaTorzok